Да, 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 слушаю, слушаю. Надо, чтобы он при помощности был раза в три хотя бы мощнее, чем двигатель, который на приводе стоит. Вот. Это в чем значит моя идея-то? То, что это устройство, оно само по себе очень простое. То есть там нет никаких резонансов, каких-то других волновых теорий, еще чего-то. То есть оно элементарная механика, грубо говоря. И такое устройство, если его как бы сделать, все-таки реализовать в железе, его будет понятно как бы людям объяснить, да, и чтобы... И даже вот на той площадке X-City, которую вот вы нашли, я думаю, там те ребята, которые занимаются производством оборудования там по резке рыбы, они даже смогут это воплотить и как бы, ну, и понять это все, как оно работает. Не, ну, что, у тебя один мотор полтора киловатта, ты вращаешь генератор. Какой генератор мощности? Генератор у меня был мощностью 3 киловатта. 3 киловатта? Ну, а почему ты не можешь сделать самозапитку, закольцевать? А потому что надо, чтобы мощность превышала где-то раза в 3 хотя бы. И надо, чтобы маховик между ними был. У меня маховика нет, его как бы изготовить надо, там это надо заводки, условия, или хотя бы надо, ну, чтобы какие-то станки были, чтобы на подшипники его подсадить, то есть выточить вал, отцентровать его, чтобы он не бил, а крутился ровно, да, вот маховик сам. То есть вот маховик, он служит тем, чтобы при даже включении на самозапитку мощность, как бы скорость вращения не падала, чтобы оно, как бы, крутилось стабильно. Я понял, но люди видели в интернете эти видео, не особо горят, как бы, повторять. Ты говоришь, что нужно, чтобы превышение по электричеству было в 3 раза. А почему должно быть в 3 раза? 1,5 киловатта вращает двигатель, ты с генератора снимаешь трешку. Для чего тебе превышение в 3 раза? Ну, потому что вот при превышении в 2 раза он не самозапитывается, то есть он останавливается тут же, потому что идет потеря, когда вот именно на самом переключении вот в этот момент он начинает останавливаться. Ну, куда 1,5 киловатта девается? Ну, ты странный какой-то человек. Как на переключении можешь 1,5 киловатта... Ну, я меняю то, что я получил на практике. То есть в теории, да, вроде все должно работать, но вот на практике получается, что 1,5 киловатта недостаточно, и надо все равно маховик, чтобы он компенсировал вот этот момент, когда идет переключение. То есть это, когда ты переключаешь в этот момент, мощность все равно маленько падает, и скорость оборотов падает. И на генераторе тоже идет, как бы, соответственно, падение небольшое. Поэтому оно вот не может стартануть на самозапитку. А если был бы маховик, который бы по инерции не давал вот этого скачка, чтобы оно стабильно, как бы, переключилось плавно, и все, и поехало дальше. И превышение, оно должно быть все равно где-то раза в два. Это мало, вот где-то раза в три должно быть превышение, чтобы это на самозапитку пошло. Вот. А вообще, почему говорю вот именно это реализовать? То, что это очень просто на самом деле и понятно. И когда людям потом доносить, чтобы, да, объяснять, как это работает, чтобы они это все сразу понимали и видели наглядно, и тогда у людей в голове будет вот этот щелчок, который именно, что понимание, что, да, КПД может быть больше единицы. То есть и в дальнейшем продвижение, как бы, вот этого, и, по идее-то, даже не само устройство, да, не сама вот это, а именно факт того, чтобы люди начали понимать, что КПД может быть больше единицы. И тогда начнется в головах уже какой-то сдвиг, и более, как бы, легко вот эта вся тема пойдет. И вообще, вот, мне кажется, свободная энергетика, она должна внезапно распространиться очень сильно, как некий вирус. Тогда уже все будут знать, например, да, тогда уже сама система сверху, извините, она на людей уже не сможет влиять, потому что, ну, они уже все этим пользуются, грубо говоря, знают, что это есть, что это возможно. И что бы там ни говорили, там, по телевизорам, СМИ, там, и так далее, все профессора, ученые, все равно они уже ничего не сделают. И у нас в головах, получается, забивают людям, что нужно запатентовать, нужно там это все, значит, документы оформить, там, и так далее, и так далее. И потом за это деньги получать. И люди в целях выгоды вот начинают действовать по этой схеме. А система-то, она специально эту схему выстроила, чтобы отслеживать все вот такие нюансы. Это как антивирусная программа, да? Если видит какую-то ошибку, она сразу же выводит окошечко. Ага, там, вирус пропустить, не пропустить. А когда вирус, если его система не обнаруживает, он уже, когда систему все съест, останется в последний момент сделать только что. Либо переустановить систему, и, ну, снизить старую и установить новую. Либо там, все, больше там никаких вариантов не будет. То есть я считаю, что вот именно вот эта идея, то, что КПД может быть большинство, нужно через низы, через низы продвигать. Не через президента, не через кого-то, а через простых людей. Масса ее, чтобы она заразила, как бы, получается, всех. Я понял. Но когда внизу идея распространится, встреча с президентом должна быть... Ну, это может быть, но предыдущим, перед этим этапом, должна вот именно, чтобы люди сами вот внизу поняли и все поверили, что вот это действительно есть, оно работает. Правильно. Просто вот... Поэтому были... Да, то, что я, как бы, вот, то, что какие эксперименты провел, ну, в силу вот каких возможностей у меня были, у меня, как бы, есть планы в дальнейшем там это все развивать и так далее, но на это нужно у меня время и, как бы, деньги. У меня нет такой площадки, вот, как, например, и Сити, да, где это можно там, ну, за неделю, грубо говоря, это все собрать, испытать и там какие-то результаты получить. Ну, а ты готов приехать? Да, это уйдет гораздо больше. Ты готов приехать в их Сити и работать? Ну, на данный момент я пока не могу, потому что у меня семья тоже там и свои, как бы, работа, и дела и так далее. Но я вот просто запланировал, я даже там посчитал некоторые расчеты сделал там. Ну, это все вот надо там, ну, 1070, грубо говоря, да? Я там не говорю, что я там у вас денег прошу, мне не надо ничего. Мне просто вот... Я бы хотел, чтобы вы на этой площадке идите, реализовали вот эту идею и проверили. То есть мне ничего там не надо, даже там никаких там вообще просто бонусов там и все остальное. Мне просто интересно самому, как это будет и как оно будет работать. Честно, мой интерес, это как бы мой интерес. Вот и все. То есть никакой материальной, финансовой и так далее. Там какие-то вопросы, что-то там подсказать, какие там у меня результаты появились, какие мысли там в схемах и так далее. Это все, можете там позвонить, спросить, я вам там, ну, скажу, что у меня было, как бы как у меня получалось. То есть проблем нету в этом. Вот. Сейчас запись идет, можешь оставить номер телефона, чтобы тебе люди могли позвонить, кто заинтересуется. Просто продиктовать? Да, 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 диктуй, и люди прослушают эту запись, просмотрят и с тобой свяжутся. 8-902-64-098-07. Да, как обращаться? Кого спросить? Максим, Максим. Добро, хорошо. Я выложу этот сюжет в сеть, люди посмотрят и свяжутся тогда с тобой. Ты из какого города? Да, и там город Пермь. Пермь, Пермь, ага, отлично. Вот, и еще там вот просто очень много роликов есть, похожих, да, вот на эту схему. И еще есть уже как бы вот ролик там, где рабочий, реально рабочий как бы объект, да, такой. Вот именно, ну, я, ну, он там не показывает все нюансы, да, но он там тоже говорит, что там простая механика, там ничего такого навороченного нет. И я вот как бы думаю, склоняюсь к тому, что как раз вот он на этом принципе у него работает. И он у него действительно как-то, ну, бестопливное, так скажем, устройство с одноразовым запуском, как вот ты, да, Ярослав, говоришь. Ну, вот такая вот, значит, ну, позиция у меня. И какие результаты вот у меня были. Так что, если что, звоните, обращайтесь, как всегда, рад помочь. Все, спасибо большое, счастливо, добро, от спасибо. Давай, пока. Пока, пока. Ну вот, дорогие друзья, где только не застанут меня звонки. Видите, прям приходится ютиться. Стоп пока снят. Продолжение следует.